Сегодня просто третья игра была, мы уже немножко подустали, но хотя все равно в Беларуси дивизионный Б выступает, а мы в дивизионный А как бы. Такого не должно быть. Мы уже просто подустали, две игры мы выиграли 20, вышли, думали, сейчас обыграем спокойно. Так всегда, короче, и не получилось. Не было концентрации в защите, мне кажется. И нападения мы были какие-то вялые. Будем выкладываться на каждую игре, каждый максимум, надо выиграть. Каждую игру надо зацепить. Какой фактор расслабности? Да, наверное, скорее всего, то, что две игры выиграли. 20 было очень легко, думали, сегодня тоже так же. Ну, как бы, в другую сторону получилось. Как ты гадал, что это драматическое завершение этого матча, оно впедало на користь? Думаю, да. Такие игры всегда закаляю. Ну, спочатку, думаю, что наиквальнейшее питание, что славы Бобровым, чем он играл в матче, насколько это серьезно. Там удар в мышцу бедра, ну, решили они дальше не использовать. Я думаю, до чемпионата все-таки пройдет. Приучили, да, к легким победам, и теперь нетипично. Ну, третья игра, когда две игры выиграешь 20-30 очков, ну, это, как бы, раздел мотивации. Очень тяжело внутренним игрокам настроиться на такую игру. Очень тяжело, хотя об этом говорилось и в раздевалке перед игрой, и даже до этого собрания было, и так далее. Но, ну, как бы, пока вот не стало такой разрыв, пока не почувствовали, что могут проиграть. Ну, как бы, внутренне, ну, тяжело было собраться, тем более, что, ну, все-таки играли, вначале вы видели, практически, ну, там, 11-12 игроков все-таки участвовали в ротации. Ну, а в итоге, в общем-то, проявили морально-волевые, там, физически тоже хватило нам, как бы, дожать, доиграть на хорошем уровне. Такие игры тоже нужны, как бы, когда ты проиграешь, вот все-таки понятие, кто может, кто лидер, кто на себя возьмет, кто борется и так далее. В принципе, как бы, первая половина понятна, а вторая половина, ну, в общем-то, большинство игроков проявили характер и лидерские качества, там, и Лебединцев, и Липовы, те, кому положено было, и Сандул, и Тихонов проявил себя неплохо. То есть, ну, как бы, все понемножку, как бы, отыграли на хорошем уровне, Витой, там, и Прокопенко нужный, там, забил какие-то несколько трехочковых, ну, в общем-то, и попробовали против зоны они, и прессинговали. То есть, ну, в общем-то, получилась такая содержательная, насыщенная игра, которая, в общем-то, ну, как она подвела итог, черту, как бы, нашей подготовки. И, ну, ну, учитывая то, что все-таки вторую половину играли на хорошем уровне, значит, ну, физически команда готова. Раздел только вот психология. Ну, опять же, с одной и той же командой три игры, причем, когда много выигрываешь, через третью игру очень тяжело. Не боитесь, что может так само втратить мотивацию наиболее в определенный момент на Европе? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Все рвутся в бой, все хотят показать, все хотят доказать, и, в общем-то, и есть у нас шанс, как бы, нормально выступить, и показать хорошую игру, защитить честь Украины на международной арене. Вы уже и складом вы значились? В принципе, да. Кто залишится из 14-й классов? Залишится дома. Залишится дома Саша Беликов и Саша Кушнеров. Ну, они хорошо работали, но, как бы, все-таки надо, чтобы ехали более подготовленные, более сильные ребята. Я не говорю, что они слабые. То есть, в принципе, состав практически, ну, такой хороший, ровный, ну, за исключением там выделяется 3-4 человека. Ну, в общем-то, игры показались Белоруссии, что все-таки эти ребята будут готовиться в клубе, и, ну, я думаю, им на пользу пошла работа именно в команде, и турнир в Турции, и так далее. И на следующий год, я думаю, они будут уже, как бы, следующий сезон они лично прибавят в игре, и я надеюсь, что они отыграют хорошо сезон, и в следующем году у них еще есть шанс, как бы, и в сборной, и попасть в тренировочный состав, и в 12. У нас отдыхать уже некогда. Да, немножко, как бы, снизим уровень нагрузки немножко, два дня по одной тренировке будет у нас завтра, послезавтра, воскресенье будет выходной. Выходной, то есть, восстановятся, должны отдохнуть от баскетбола, друг от друга и так далее. Вот, и в понедельник тренировка, и во вторник уже полетели, все, уже в среду, там, разминка, в четверг, в 18 часов по местному времени мы играем. Первую игру чемпионата со сборной Германии. Непростая сборная, записи мы имеем, видели, как играют и так далее, очень непростая. Там 5-6 человек играют в Бундеслиге, то есть у них, как бы, хороший состав такой, довольно опытный. Буба-Росс. Простых нету на чемпионате Европы, простых нет команд.